на самом деле зима это такое время когда в это время проектирования когда нужно проектировать поэтому если вы хотите в этом году построить себе дом не теряйте на это время потому что проект изготавливается не меньше месяца хороший полноценный проект приходите начинайте проектировать поэтому как раз сейчас на данный момент мы именно занимаемся в основном проектирование и расскажем сейчас вам о том как это все происходит тем временем как всегда в офисе продолжались споры да она на самом деле газоблок самый лучший материал я не понимаю людей которые не используют этот материал ты что такое людям говоришь дай сюда трубку извините мы вам перезвоним через пять минут ты обалдел какой газосиликатный блок посмотри разве можно сравнить этот замечательный керамический камень и этот белый брусок стены из этого материала самые теплые из за того то что материал пористый пористы а в этом материале внутри один воздух он вообще не пропускает холод лучше воздуха нет теплоизолятора он легче соответственно нагрузки на фундамент на элементы дома будет меньше и с ним работать легче потому что его пилить удобней легче опять же сколько раз и легче скал миллион раз это уже очень много доводов то если вы будете керамоблок пилить то его нужно пилить только специальным инструментом а если просто брать пилить общие доступными какими-то инструментами будет гора пыли то есть болгарка его не распилишь нужно специальные пилы покупайте этих производителей очень мало это просто кошмар они безумных денег стоит это все удорожает строительство дома его не надо пилить для того чтобы строить дом нужно разработать проект таким образом чтобы по длине стены укладывалось точное количество этих блоков и пилить не нужно будет но у него есть ряд других преимуществ по сравнению с газосиликатным блоком например несущая способность этот блок имеет марку м 100 100 килограмм на квадратный сантиметр это та нагрузка которую держит этот блок а газосиликатный блок какая марка м4 хорошо а как насчет воды от газоблок он не боится воды он если намокает он намокает немного сверху но внутри он сухой остается а ваш материал керамический блок так называемый да он просто не то чтобы боится мачку тонн сыграли нет как раз газосиликатный блок если он не дай бог напитается водой а потом эта вода замерзнет будет минусовая температура то его разорвет будет просто сыпаться это раз второе как только влажность у газосиликатного блока выше нормативной у него резко ухудшается его теплотехнические характеристики и он перестает быть теплым что касается керамического камня воды как он может бояться воды если это глина обожженная не боится воды конечно если вы полностью зальете здесь хватит хватит вы прямо рассказать как будто идеальный камень боится на воды при мне проводили исследование ставили ванночку с водой и газоблок и керамический блок газоблок намокал до середины керамических блоков намокал два вопрос в том насколько это ухудшает его свойства качество его по нагрузочной способности потуже любой материал мокрый когда намокает ухудшается несущие способности этого материала любой еще раз повторю марка этого материала m100 у него нет нагрузочная способность превосходит способность вашего замечательного газосиликатного блока и раз несущие способности я видел как в одном ролике показывали несущие способности керамоблока и газоблока два мужика кручивали анкера керамоблок газоблок и просто вытягивали то есть тянули под нагрузкой получает газоблок выдерживает в среднем 150 килограмм плюс минус не помню точно керамоблок он выдерживает до 100 килограмм поэтому чтобы что-то вкрутить в керамоблок нужно использовать специальные анкера да ты прав для того чтобы закрепить что-нибудь на стену из керамического камня желательно использовать химический анкер это небольшое удорожание по сравнению с теми положительными свойствами этого материала по сравнению твоим газосиликатным блоком не забываем это природный материал длина есть самый важный критерий с которого нужно было наверное начать это цена газоблок на 20 процентов в среднем дешевле чем ваш керамический блок 20 процентов с этого материала прокируется дом легче соответственно быстрее потому что его пилить можно как угодно то есть как вам надо хотите можете зигзагом выпилить хотите по диагонали вы можете распилить хотите да чего угодно хотите то и делайте с ним а с этим материалом ничего нельзя подобного сделать ты забыл главный аргумент я старше я мудрее и я поэтому прав я моложе я сильнее поэтому посмотрим ответ данный из бруса дом решили дневник прораба мы продолжаем возведение двухэтажного кирпичного загородного дома с мансардой террасой общей площадью 426 квадратных метров сегодня мы покажем следующий этап работ подготовку к подбетонке на данный момент у нас полностью готова песчаная подушка песчаная подушка у нас выведена в один горизонт отталкивались мы от самой нижней части у нашего участка перед тем как изготавливать песчаную подушку значит мы полностью но котлованным выстелили гео тканию гео ткань мы стелили так чтобы у нас были выпуске и мы могли и завернуть на песчаную подушку то есть у нас песчаная наша папушка получается полностью замкнута вот это гео тканью это нужно для того чтобы грунтовые воды ливневые воды талые воды не размывали песчаную подушку из-под фундаментной чтобы там не образовывались полости. Я забыл сказать, для того, чтобы удобно было с пленкой работать и ветер ее не поднимал в воздух, простой армированный скотч используется для того, чтобы связать пленку между собой, то есть даже если ветер подует, он ее не поднимет. Очень часто ставить нет никакого смысла, достаточно просто, то есть задача просто ее укрепить, чтобы ее не разносило по всему участку до того, как зальется под бетонкой. Очень хорошо скотч помогает, удобно работать. Геотекстиль выполняет такие важные функции, как армирование, разделение и дренаж. Использование геополотна способствует равномерному распределению нагрузки по всей основе фундамента, не дает песку и щебню перемешиваться с землей и предупреждает заиливание. Также геотекстиль помогает правильно работать дренажному слою и щебня и песка. Основные технические характеристики геотекстиля это плотность, разрывная нагрузка, коэффициент фильтрации. Более высокую прочность имеет материал с большим показателем плотности. После того, как геоткань мы расстелили, мы сделали песчаную подушку. Песок мы трамбовали виброплитой, проливали ее водой хорошо, плюс ко всему нам помог вчерашний дождик, который шел практически целый день и довольно так интенсивно шел. Поэтому песчаная подушка у нас хорошо уже стала на свое место. Сейчас мы на данный момент расстилаем армированную пленку на песчаную подушку. Используем именно армированную пленку. Она просто покрепче, по ней можно спокойно ходить, не бояться, что она порвется. Можно, в принципе, использовать обычную полиэтиленовую пленку. Соответственно, пленка нам нужна для того, чтобы при заливке подбетонки молочко из бетона не впитывалось, не уходило в песок, чтобы высыхание подбетонки происходило равномерно. Качество подбетонки, чтобы не пострадало. После того, как вся пленка будет расстелена, у нас даже кое-где уже выведен контур нашей подбетонки. Она у нас будет на 10 сантиметров больше, чем сама фундаментная плита в каждую сторону шире. И, соответственно, завтра мы планируем залить подбетонку толщиной 10 сантиметров из бетона марки М-150. Подбетонка создает слой гидроизоляции. И благодаря этому в процессе заливки фундамента жидкий цементный раствор не будет протекать. Помимо этого, подбетонка позволяет создать для черновой бетонной основы ровную поверхность, защищает фундамент от грунтовых вод, перераспределяет давление, оказываемое почвой и наземными частями строения. Фундамент, уложенный на подбетонку, проще переживает зиму. В качестве опалубки мы используем доску. Она у нас получается 40 на 150. Эта доска у нас, в принципе, будет использоваться в дальнейшем для изготовления ростверка, который будет идти под всеми несущими наружными и внутренними стенами выше фундаментной плиты. Доску мы просто-напросто между собой сшиваем в три ряда. Она довольно устойчиво стоит, тем более для подбетонки большой такой устойчивости не нужно, потому что нагрузки большой нет. Тем не менее, мы все эти доски закрепили, они очень жестко лежат у нас. Удобно работать, потом доска расшивается и используется дальше для других работ. Подбетонку напомню, что мы делаем на 10 сантиметров больше, чем фундаментная плита. Например, вот у меня здесь прямо рядом с лицом, с моей головой рядом идет ось проходит. От этой оси до края фундаментной плиты по проекту получается 40 сантиметров. Соответственно, мы от оси отмеряем 50 сантиметров и устанавливаем опалубку для подбетонки. Основание под фундамент бывает трех видов. Песчано-щебеночная, бетонная, мембранная. Для плитного типа фундамента бетонная подготовка – лучший выбор. При его монтаже используется тяжелый армирующий каркас, который требует прочной основы. Этот тип подбетонки потребует больших финансовых вложений, но они оправданы и позволяют избежать больших расходов на ремонт или переделку фундамента. Как вы видите, у нас все готово к заливке подбетонки. Выставлена опалубка, смонтирована пленка на песок для того, чтобы молочко из бетона не уходило в песок, не впитывалось. Плюс ко всему мы подбетонку делаем армированную, то есть уложили сетку тротуарную с ячейкой 50 на 50, проволочка 2,5 миллиметра. Почти вся подбетонка у нас залита, осталась последняя машина, сейчас мы ее заливаем и вытягиваем все по ниточкам, по шнуркам. У нас шнурки все натянуты для того, чтобы ориентироваться на уровень подбетонки. Выровняем весь бетон и оставляем его застывать. Когда он уже перестанет прилипать к рукам, мы начнем проливку, чтобы завтра уже можно было продолжать другие какие-то работы с подбетонкой. То есть мы начнем делать гидроизоляцию, под гидроизоляцией уже на бетон будет доходить, набирать свою прочность. После установки бетона насоса на участке сначала по трубам прогоняется специальная смесь, которая называется цементным молочком. Она служит для смазки бетоноводов и предотвращает прилипание бетона к стенкам труб. При использовании насоса заливка бетона проходит очень быстро. Одной трехчасовой смены работы машины обычно хватает на заливку всего фундамента частного дома. Но не забывайте обеспечить своевременную доставку бетона. Итак, наша заливка подошла к концу. Весь бетон мы уже слились. Сейчас ребята полностью выравнивают всю плиту. Все у нас по шнуркам выравнивается. Разглаживаем ее и потом, когда уже бетон можно будет поливать водой, начнем проливку для того, чтобы он высыхал равномерно, чтобы он не перетрескался, чтобы можно было с ним дальше уже завтра, позавтра начнем с ним дальше работать. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Если у вас возникли вопросы, напишите в комментариях или позвоните нам. Консультация всегда бесплатна. А если вы хотите сделать у нас заказ, то для подписчиков у нас самые выгодные предложения. До новых встреч!